Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас утро, 26 марта 2022 года. Ежемесячный обход теплицы. Ровно месяц я не снимал видео, и вот сегодня решил просто поснимать свои растения. Как обычно, показать, что растет, что цветет, какой ассортимент цветов очень много, различных, новых, много чего интересного цветет. В этом году мы продлили теплицу, и она вся битком забита различными растениями, нет свободного места. Сейчас готовим вторую теплицу, чтобы переносить различные зимостойкие растения. Вот, например, такие, как виола, она не боится морозов, маргаритки и так далее. То есть искать какое-то свободное место, чтобы разместить новые растения. Перед тем, как мы приступим к обзору, я хотел бы сказать пару слов о том, куда я вообще пропал, почему долго не снимал видео. Многие мне писали в личку, волновались, интересовались. Вот, кто-то даже подумал, что дело в монетизации Ютуба, что урезали доходы, поэтому я бросаю канал. Нет, дело совершенно не в монетизации. Канал я бросать не собираюсь, как и снимал, так и буду дальше снимать, вплоть до того момента, пока Ютуб не закроют. Вот, будет еще много тематических, полезных видеороликов по разным растениям. Видео я не снимал по причине того, что идет война. И город Мариуполь, это город, в котором я родился. Что сейчас там происходит, вы, ну, хотя бы немного имеете представление, кто следит за событиями. И в данный момент там находится много родных мне людей. И только-только вот в последние дни я начал получать хоть какую-то информацию о том, кто выжил, кто выбрался оттуда. Ну, хоть какие-то хорошие новости, успокаивающие. Потому что не было вообще никакой связи. То, что люди там пережили, это настоящий ад, со слов очевидцев. Вот все, что вы можете себе представить, насколько там было плохо. Там на самом деле все в 10 раз хуже. Больше особо подробностей на этом канале я рассказывать публично не хочу и не буду. Канал тематический, растеневодство, рассада, теплица и все, что с этим связано. Поэтому, друзья, любые комментарии на тему военно-политическую, какие-то разборки, особенно комментарии, разжигающие какую-либо ненависть, будут удаляться и отправляться в бан навсегда. Я хочу пожелать вам мирного неба над головой. А также хочу сказать спасибо всем, кто поддержал в соцсетях мои просьбы, кто переживал, был неравнодушен. Было очень много таких добрых, теплых сообщений. Ну, а мы приступаем к обзору. В этом году мы готовим много кашпо. Вот они стоят под ногами. Везде. Места просто нет, куда уже повесить. Все вокруг кашпо висит. Большая часть, конечно, петуний. Ну и много разной другой вегетативки. Вот здесь на проходах. Сначала я бы хотел вам показать вегетативный лисум. Он просто красавец, разросся. Но конец марта, начало апреля это рановато. Вот такой вот товарный вид и должен быть как раз вот к продаже. Ну, его необходимо будет постричь, пособирать еще черенков с него. И он еще раз разрастется уже как раз к концу апреля, к началу мая. Вот такой вот белый, набитый. Но это не Snow Princess. Snow Princess он более мощно разрастается и более длинный. Это такой более компактный сорт. Евро черенок мы получали. И вот так хорошо разросся. Тут у нас вербена растет. Это кустики обычные, семенные. Вот такие вот. Листочки немного синеют от нехватки фосфора, от еще холодных ночных температур. Температура еще ночью плюс 8, плюс 10 опускается. Уже мы поменьше топим теплицу. Вот. Вот это вегетативная вербена. Она побольше такая вот, покрепче кустики. Здесь у нас аргерантемум махровый. Вот этот самый такой красивый сорт, похожий на хризантему. Там еще стоят розовые, как ромашки, желтые ромашки. Вот здесь у нас еще новые сорта. Такой красивой, интересной расцветки. Ну тут немножко, всего 10 кустиков. И все это мы себе оставим на развод на следующий год. Продавать не будем. Аргерантемум очень хорошо черенкуется. И нужно будет его развести. Здесь под низом тоже все забито. Света здесь маловато. И растения такие более скудные. Тянутся к свету, если можно присмотреться. Особенно вот там маргаритка, петуния. Она как бы листья поднимает. Пытается добраться к солнечным лучам. Но скоро мы будем делать здесь уже перестановку. Пусть растения потерпят. Здесь у нас виола. Ну вот такие вот уже кустики. Хорошие. Достаточно хорошие на конец марта. Потому что нам в начале мая их продавать. Они уже будут очень крепкие. В конце апреля начнем продажу. Это у нас петуния. Обычная кустовая семена. Я на своем канале рассказывал, как мне достались семена. Просроченные, бесплатные. Была хорошая всхожесть. И очень много ее посадили. Еще даже всю не распикировали. Места нет куда ставить. Поэтому петунии тоже будет много в этом году. Ну вот такие вот кустики у нас сейчас. Хорошие, набитые, компактные. Все растет своевременно. Все нормально. Сейчас теперь хочу пройтись по вегетативной петунии. Показать вам красивые расцветки, которые расцвели. Показать вам красивые расцветки. Я хочу пройтись по вегетативной петунии. Показать вам красивое расцветки. Показать вам красивые расцветки. Хорошие расцветки. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, ну я надеюсь, что вся вегетативная петуня вроде бы попала в кадр. Может быть, конечно, что-то я забыл, пропустил, потому что много сортов. Так что вот такие дела, большое разнообразие. Тут у нас цветет остеоспермум. Такие вот два сорта. И здесь бакопа. Ну вот эту мы еще, наверное, пока шпора ссадим. Это у нас так цветет биденс. Это у нас пеларгония ангел. Ну и здесь, как обычно, висят, разрастаются маточники. Под низом хризантема. Приступили к черенкованию. Сейчас укореняем. Здесь у нас небольшое разнообразие. Традисканция. Вот тут немного мяты начали размножать. Здесь у нас львиный зев. Вот такая вот махровая ромашка. Кориопсис называется. Здесь рядом седум. На бутонах скоро зацветет. Здесь у нас рассажена лобелия. Вот такие вот кустики. По несколько штучек в одном горшке, чтобы хорошо разрасталось. Здесь у нас бегонии, вербены, петунья. Это вербейник. Начали рассаживать. Уже сильно разросся в кашпо. Под низом у нас черенки укореняются. Различные в кассетах хризантема. Вот так мы начали высаживать томаты. Это декоративные томаты, коллекционные. Все подписано. Каждый сорт по рядочкам. По 10 семечек. Очень много сортов в этом году будет. И вот тут тоже. И это мы только начали. Здесь у нас гвоздика растет. Вытягивается. Нужно ее немного постричь. Это газание. Здесь у нас растет бальзамин. Махровый причем. Вот такие вот розочки. Тяжеловато он растет из-за холода. Но сейчас уже как бы более-менее начинает разрастаться. Цветет он очень красиво. Но в зимней теплице ему тяжело было. Здесь у нас стоят маточники колеусов. Пережили они эту зиму. И мы приступили к черенкованию. Вот они черенки. Самые первые в этом году. Это у нас зонартики пеларгонии растут. Здесь фуксия. Черенки пеларгонии укореняются. Вот там в самом темном месте листики декоративной бегонии. Тоже стоят на укоренении. Таким образом мы размножаем. Здесь начали только пикировку томата. Это у нас розовый томат тепличный. Мейшлай. 200 кустиков примерно будет. В этом году очень мало. В связи с тем, что теплицы у нас упали. Еще нужно их ремонтировать. Здесь у нас тоже пеларгонии. И здесь наверху у нас стоят пеларгонии. Здесь еще место освобождаем. Самое темное место под низ бегонии поставили. Тоже много кустиков. Вот с них мы берем посадочный материал. И листами занимаемся размножением. Ну вот такая примерно картина на сегодняшний день, друзья. Все у нас растет, все цветет. Все своевременно. В плане бизнеса тепличного проблем никаких нет. Скоро начинаем посевы перца. В этом году мы поздно. Просто потому что некуда его сеять. Но в принципе мы в том году, в начале апреля его сеяли. И все было нормально. Вот такие дела на сегодня. На этом у меня все. Всем пока. До встречи в новом видео. Продолжение следует.